Первый канал и Красный Квадрат представляют Добрый вечер, дорогие друзья! Дорогие друзья, с вами вновь программа «Достояние Республики». Наша программа посвящена композиторам, поэтам, исполнителям, которые вошли в историю советской и российской музыки. И сегодня героем нашей программы станет выдающийся певец, один из лучших баритонов мира, обладавший уникальной техникой бельканта и завораживающим тембром. Самый молодой народный артист СССР, ставший легендой с первого своего появления на сцене, неподражаемый Муслим Магомаев. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты моя мелодия, Я твой преданный армии, Лени, что нами пройдены, Помнят свет нежности твоей. Все, как дым растаял, Голос твой теряется вдали. Что тебя заставило Забыть мелодию любви? Ты, мое сомненье, Тайна долгого пути. Сквозь дожди осенние Сушу я горькое прости. Сушу я горькое прости. Сушу я горькое прости. Сушу я горькое прости. Что тебя заставило Предать мелодию любви? Субтитры создавал DimaTorzok Ты моя мелодия, я твой преданный Аркей. Дни, что нами пройдены, Помнят свет нежности твоей. Встань моей сиреною, Смолкнушие струны вожди. Сердцу вдохновену, Верни мелодию любви. АПЛОДИСМЕНТЫ Муслим был действительно реальным достоянием всего нашего Великого Отечества. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а сейчас, уважаемые телезрители и зрители в студии, позвольте нам напомнить вам о жизненном пути Муслима Магомаева. Внимание! Муслим Магометович Магомаев. Советский, российский и азербайджанский оперный и эстрадный певец, композитор, народный артист Советского Союза. Первый сольный концерт Муслима Магомаева состоялся в 1963 году. С 1964 по 1965 год Магомаев стажировался в легендарном Миланском театре «Ла Скала». В дальнейшем Магомаев выступал как в опере, так и на эстраде. В его репертуар входило более 600 песен. Магомаеву удалось попробовать себя и в кинематографе, в качестве композитора, актера и, конечно, исполнителя песен. Его брак с народной артисткой СССР, певицей Тамарой Синявской, стал настоящим образцом долгой и счастливой любви. Муслим Магомаев ушел из жизни в возрасте 66 лет. Вклад Муслима Магомаева в отечественную песенную культуру невозможно переоценить. Фантастические вокальные данные, артистическая одаренность и невероятная работоспособность – вот что сделала Магомаева эталоном эстрадного певца. Сегодня на гостевой трибуне, те, кто долго и буду был дружен с нашим герой, позвольте нам представить гостей сегодняшнего вечера. Народный артист России Александр Ворошила. Народная артистка России Светлана Моргунова. Народная артистка России, композитор Александра Николаевна Пахмутова. Лауреат государственной премии СССР, поэт Николай Добронравов. Художественный руководитель и главный дирижер академического большого концертного оркестра имени Юрия Силантьева Александр Клевицкий. Заслуженный артист России Юрий Григорьев. Заслуженный артист России, диктор центрального телевидения Евгений Кочергин. Джазмен, саксофонист Игорь Бутман. Музыковед, заместитель главного редактора музыкального радиовещания Гостелерадио СССР. Заслуженный деятель искусства России, близкий друг семьи, Нелли Юсуфовна Олег Первый. Друзья Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Арас Агаларов. Его супруга Ирина. Сын Эмин. И дочь Шейла. Нам было как никогда сложно выбрать только 10 песен, которые прозвучат в нашей программе. Ведь Муслим Магомаев исполнял песни, которые были написаны величайшими композиторами 20 века. И исполнял их он неподражаемо. Александра Николаевна, у вас, наверное, столько историй, столько всего связано с муслимом, что нам будет все интересно. Что касается песни «Мелодия», то могу сказать сразу, что мы, вот написав ее, мечтали только о том, чтобы ее спел Магомаев. Можно много говорить о нем, но это удивительный совершенно человек, удивительный музыкант. На самом деле, вы знаете, это был удивительно человек, даже мнительный. Вот он так пел, а он сомневался, он выходил в записи после года дубля, говорил, кажется, что это получилось плохо, не получилось хорошо. Это поразительно, вот если бы люди, которые поют в тысячи раз хуже его, вот так бы относились к тому, что они делают. Так вернемся к мелодии. Вот был 72-й год и была Олимпиада в Мюнхене. Вот нам с Николаем Николаевичем спорткомитет попросили написать спортивную песню. Мы написали спортивную песню «Герои спорта». Вот была жара, не было никого, ни одного оркестра, ни одного певца, никого не было. Какое счастье, Муслим был в Москве. Мы пришли к нему, говорю, Муслим, пожалуйста, вот есть песня, вот, может быть, ты запишешь вот для Олимпиады, сказала я. Он послушал песню, он говорит, понимаешь, было бы лучше, если бы ее спел, например, там, Эдуард Хиль. И тогда я говорю, Муслим, понимаешь, ну, пожалуйста, я тебя очень прошу, ну, запиши-то эту песню. А тебе, говорю, за это будет песня о любви с шестью бемолями. Ну, посмеялись. И заметьте, вы герой спорта, многие из вас слышали эту песню. И смотрите, Муслим ее записал так, как мог спеть только Магомай. Он себе не изменил и здесь. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа, как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам, наши звонки едать и милат. Мы хотим всем рекордам, наши звонки едать и милат. Песня с шестью бемолями, это и была песня-мелодия. Муслиму это понравилось, и мы стали это записывать, записали это на всесоюзном радио, и песня стала жить. И для композитора поэта всегда счастье, когда знаешь сразу. Вот это только для него, больше не для кого. Тамара, у меня вопрос к вам. А Муслиму нравилась мелодия? То, что он пел, ему всегда нравилось. Он не брал тех вещей, которые мимо проходили. Нет, нет. Он пел только то, что входило ему в душу. Он наполнял ее своим содержанием. И тогда только она летела в небеса, может быть. Я хочу спросить у журналистов, что для вас означает эта песня? Вадим Пономарев, newsmusic.ru Я сходу хочу признаться, что это моя любимая песня Муслима Магомаева. Знаете, застал эпоху бобинных магнитофонов. И уже тогда у меня три любимых было бобины, я помню. Это был Муслим Магомаев, неведомая совершенно у меня подборка. Я потом этой подборки нигде не нашел в виниловом виде. Бобина с машиной времени и бобина с пинг-флойдом. Вот как-то так случилось. Спасибо, это великая песня. Сегодня мы с вами, уважаемые телезрители, выберем любимую песню из репертуара Муслима Магомаева. Зрители в студии проголосуют в финале программы с помощью специальных пультов. А телезрители смогут отдать свой голос, отправив смс с порядковым номером песни на номер 4446. Жителям России можно также голосовать и с домашних телефонов по номеру 8803-333-61. И две последние цифры соответствуют номеру той песни, которая вам понравилась больше всего. Итак, первую песню из репертуара Муслима Магомаева вы уже услышали. Это была песня «Мелодия». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все лучшее, что сделал муслим в жизни Все было посвящено любви В нашей программе Одно из лучших песен Муслима Магомаева О любви благодарю тебя Исполняет Валерия Слушаем и голосуем Благодарю тебя За песенность города И откровенного и тайного Благодарю тебя Когда было холодно Лишь ты отаяла Отаяла За шепот и за крик За вечности за миг За отгоревшую звезду За смех и за печаль За тихое прощай За все тебя благодарю За все За смех и за печаль За тихое прощай За все тебя благодарю Благодарю тебя За то, что по судьбе прошла За то, что для другого сбудешься Благодарю тебя За то, что со мной была Еще за то, что не забудешься За шепот и за крик За вечность и за миг За отгоревшую звезду За смех и за печаль За тихое прощай За все тебя благодарю За все За смех и за печаль За тихое прощай За все тебя благодарю За все За все За все За все Благодарю Мы только что слушали песню Благодарю тебя Голосуйте, если это ваша любимая песня Из репертуара Муслима Магаваева Ну, а я сразу же Хвалерий Песня великая И Ну, я ее спела по-своему Так как я ее чувствую Так как я ее понимаю Хотя, в общем, песня написана От Мужского лица Тем не менее Она, мне кажется Может близка быть Абсолютно каждому человеку И Мне кажется, что я ее прочувствовала Приятно, что Есть возможность прикоснуться к великому репертуару Потому что действительно Замечательная музыка Потрясающие стихи Ведь сейчас Пишут все больше на слова Да? Это стихи Пожалуйста, присоединяйся к нашей беседе Маргулис Михаил Известия При том, что действительно Сам по себе Магомаевский репертуар Он достаточно сложен И даже в то время Когда, скажем Был его расцвет И его взлет В общем-то Таких, как он Тоже были единицы То есть и тогда бы с этим репертуаром мало кто справился И у меня этот вопрос сразу к Тамаре Ильиничне Как вы считаете В принципе Вот вы слушали сейчас Валерию Вы, наверное, какие-то еще примеры встречали В принципе Магомаевский репертуар Могут петь женщины? Прежде всего Хочу сказать Спасибо Валерии Спасибо вам Пионерка она В определенном смысле слова Потому что она взяла на себя Такую ответственность Спеть песню потрясающую Красивую Душевную От женского лица Ведь каждая женщина Наверное, когда слушала Муслима Думала, что он ее благодарит За шепот и за крик Оказывается В женском сердце тоже существует И шепот, и крик Поэтому, Валерия, вам просто Спасибо Спасибо огромное Уважаемые телезрители Мы говорили о песне «Благодарю тебя» Из репертуара Муслима Магомаева Сергей Сергеевич Юрий Александрович Вот скажите мне, пожалуйста Ответьте мне на вопрос Как артисты Становились и становятся Народными? Почетное звание Народный артист СССР Присваивается Наиболее выдающимся Деятелям Искусства Внесшим Особый вклад В развитие Театра Музыки Кино Телевидение Производится По представлению Министерства Культуры СССР Нет, Юрий Александрович Я имел в виду Немножко другое Я не про формальности А что? Про действительно Народных артистов Тогда это Очень-очень просто Народный артист Это тот Чьи песни Поет народ Вот и все Но даже формально Муслим Магомаев Получил звание Народного Всего в 31 год Для советского времени Это просто Невероятно Это правильно Все знают и любят Многие песни Магомаева Но одна Точно никогда Не оставляет Никого равнодушным В нашей программе Песню «Свадьба» Исполняет Валерий Меладзе По проселочной дороге Шел я молча И была она пуста И длина Только грянули гармошки Что есть мочи И руками развела Тишина А это Свадьба 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 Пела И плясала И крылья Эту свадьбу В дальний слит Широкой этой свадьбы Было места мало И неба было мало И земли Широкой этой свадьбы Было места мало И неба было мало И земли Под разливы Деревенского оркестра Убивался ветерок За водой Был жених Серьезный Мочи А невеста Ослепительно Была Молодой И Это Свадьба 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 Пела И Плясала И крылья Эту свадьбу В дальний слит Широкой этой свадьбы Было места мало И неба было Малой земли Широкой этой свадьбы Было места мало И неба было Малой земли Вот промчались Стройки Звонко И крылата И дыхание Весны Шло Одних И Шагал Я Совершенно Неженатый И Жалел О том Что я Не жених А где Та Свадьба 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 Пела И Плясала И Пекрылья Эту свадьбу В дальний слит Широкой этой свадьбы Было места мало И неба было Малой земли Широкой этой свадьбы Было места мало И неба было Малой земли Малой земли Широкой этой свадьбы Малой земли Широкой этой свадьбы Малой земли Малой земли Широкой В дальней Малой земли Широкой этой свадьбы Здесь так получилось, что я спел ее когда-то в старых песнях о главном. И теперь, если вдруг приходится выступать на каких-нибудь свадьбах, меня обязательно просят ее спеть. И эта песня по сей день очень-очень популярна. Я думаю, она, конечно же, опередила свое время. В общем, она жила в своем времени и ушла далеко вперед в будущее. Аплодисменты. И в быту вдруг какой-то маленький человечек, который даже не представлял, что только что этот на сцене, человек удивил всех. А муслим, он даже дома, в маленькой компании, когда собиралось 6-8 человек, он был такой же звездой. Вот даже в быту. Вот он, допустим, сидя не говорил ни одного тоста. Шесть человек. Я говорю, муслим, ну все свои. Нет, он должен был встать. Он был ответственен к себе и к окружающим. И рядом с ним надо было быть всегда таким подтянутым, таким же, как он. И вот это он умел делать до последних дней своей жизни. Это потрясающий человек. Я не могу говорить о нем в прошедшем времени. Я вспоминаю один из его таких зарубежных, я думаю, последних концертов, на котором я был в Атлантик-Сити. Игорь крутой организовал. И выступили все наши артисты. Ну их, конечно, там тепло приветствовали. Но когда в конце объявили, что сейчас выступает Муслим Магомаев, 15 минут просто в шеститысячном зале, вообще ничего не было слышно. Была овация, и не дали ему петь буквально 15 минут. Ну после этого он, естественно, спел. И Игорь тогда сказал потрясающую фразу, крутую. Он сказал, что, знаешь, я не понимаю, если бы мы 10 лет не пели, наверное, про нас бы забыли. Как его встречают, говорит, даже трудно себе представить. А сейчас, если позволите, давайте обратимся к журналистам. Марголис Михаил, известия. Я хотел бы спросить, вот, допустим, песня «Свадьба», ну мало того, что, конечно, действительно она настолько была всегда и резонансная, и до сих пор звучащая, она такая достаточно очень раздольная. Есть песня, допустим, «Королева красоты». Это, в принципе, такое практически такое, нечто среднее между твистом и рок-н-роллом того времени. И вообще Магомаев очень часто бывал достаточно таким стильным исполнителем. То есть здесь даже не сказать бы таким, скажем так, гламурным стилягой, он мог бы даже представить на нашей эстраде. Вот я вот там лично хотел спросить. Скажите, а вот вы хотя бы в семейном кругу, грубо говоря, вы могли бы пуститься, скажем, вместе с ним, допустим, вот в такой же пляс, как сейчас он демонстрировал балет, или, скажем, станцевать рок-н-ролл? Я плохо себя представляю. Хорошо, где не будет. Себя пляшущий в доме с муслимом под какую-то музыку. Почему? Я вам скажу, было однажды, но это был Новый год. Мы были вдвоем, мы включили красивую музыку, у нас были бокалы с шампанским, он надел смокинг, я надела вечерний туалет, и мы танцевали. Это было единственное место. Я хотел бы обратиться к уважаемым телезрителям и напомню, что мы обсуждаем песню «Свадьба» из репертуара Муслима Магомаева. Вы можете отдать свой голос этой песне прямо сейчас, если это ваша любимая песня. Сергей Сергеевич! Не все знают о том, что Муслима Магомедовича очень часто звали сниматься в кино. Он каждый раз раздумывал и отказывал. Сам Магомедович шутил об этом так. Я в кино, как колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Единственная роль, в которой он снялся, это роль Низами в одноименном фильме своего друга, режиссера Эльдара Кулиева. Перед вами человек, самый высший создание Творца. И пусть тот, кто поднять руку на него решится, заглянет сначала в собственную душу, не вьются ли в ней змеи. Кто в помыслах своих светел, тот будет всегда чист душою и посягать не станет на жизнь своего ближнего. Лично я помню, что впервые услышал голос Магомаева еще ребенком, когда смотрел один из своих любимых, я уверен, любимых многими мультфильм «Возвращение бременских музыкантов». Да. В нашей программе песню Трубадура «Луч солнца золотого» исполняет Эмин. Слушаем и голосуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена. И между нами снова вдруг выросла стена. АПЛОДИСМЕНТЫ Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет, солнце взойдет. АПЛОДИСМЕНТЫ Петь птицам перестали, свет звезд коснулся крыш. АПЛОДИСМЕНТЫ В час грусти и печали ты, голос мой, услышь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет, солнце взойдет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Имин, скажи, как я знаю, ты практически вырос на руках у Муслим Магомедовича. Практически, можно так сказать, вот и у Тамары Ильиничной. Дружили с детства. Пепел его песни? Пел его песни, конечно, всю жизнь. Сколько пел, столько пел песни Муслим Магомедовича, на них учился. И один раз пел с ним вместе, даже до этого. На его 65-летие. Понятно. А вот луч солнца золотого, тебе нравится эта песня? Очень. Я думаю, что нет человека в этой стране, кто не слышал эту песню. АПЛОДИСМЕНТЫ Я могу сказать, что это, наверное, такая песня, которую сам Муслим Магомедович, когда ее взялся петь, я думаю, что он подошел к этому немножко, может быть, с юмором и с иронией, потому что все-таки это мультфильм, и сделал это так тепло. И Тамара Ильинична мне позволила вот так с ней сегодня проэкспериментировать. АПЛОДИСМЕНТЫ Саша Ворожев, что тебе вспомнилось? И от волнения у меня даже голос охрип. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня посетила такая совсем неоригинальная мысль, что есть люди, занимающиеся пением, есть хорошие певцы, а есть певцы великие. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот Муслим – великий певец, великий человек, и вообще великий вот это определение, эпитет этот определяет всю его жизнь и всю его сущность. АПЛОДИСМЕНТЫ Что у вас связано с этой песней? Говорите. АПЛОДИСМЕНТЫ Аргументы и факты, Владимир Полупанов. У меня с этой песней действительно связаны такие именно детские воспоминания. Это была, наверное, одна из немногих пластинок, имею в виду вот пластинок бременский музыкант, саундтрек к мультфильму известному, который я заслушал просто до дыр, до скрипа, до скрежета. Посмотрите, какая потрясающая мелодия здесь, какой текст великолепный. Это недосягаемая просто высота, которая на самом деле является сегодня эталоном. И я считаю, что вот на эти образцы нужно равняться. А тем более равняться на таких людей, как Муслим Магомаев, который, вы правы, абсолютно величайший певец современности. Его дело живет, его голос живет. И я очень жалею, что в последние годы он не вписался в современный формат. Вот я, например, смотрю, как развивается, например, тот же Том Джонс. Человек, в принципе, действительно тоже из другого времени немножко. Но как он сумел найти современное звучание, современную музыку. И мне очень жаль, что Муслим Магомаев как раз не вписался. Не нашлись люди, которые смогли бы ему предложить адекватный его таланту репертуар. Спасибо. Мы слушали песню «Луч солнца золотого». Пожалуйста, голосуйте, если это ваша любимая песня. Дима, я тут специально для тебя скопировал несколько комментов Магомаева из чата. Вы ничего не путаете, Александр Ильич. Магомаев в чате? Да. Под никнеймом «МММ». Вот, послушай. Друзья, смайлик, я прошу прощения, если кого-то не заметил и не ответил на обращение. Не стесняйтесь повторить за смайлик. Когда я занят музычкой, голова работает только в одну сторону – смайлик. Я, конечно, поражен тем, с какой нежностью и с каким вниманием он общался со своими поклонниками. Но еще больше я поражен тем, что Муслим Магомедович был активным интернет-пользователем. Он всегда старался опередить время и всегда оставался молод душой. Следующую песню споет человек моего поколения, но я надеюсь, что он достойно представит молодежь. Встречайте! Алексей Воробьев и песня «Королева красоты». Слушаем и голосуем! «Королева красоты» А я вновь тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмешную бую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты. С тобою связан на веки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавец видел я немало, поверьте мне, и в журналах, и в кино. Но, но ни одна из них не стала лучше, милой все равно. И даже сомненья заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты прекрасней всех на свете, королева красоты. Пойдем сам. С тобою связан на веки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. О, но... Да. Попей волн, как пройдет лето, солнце льется прямо скрыт. С потоком солнечного света у киоска ты стоишь. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты. Ты прекрасней всех на свете, королева красоты. Я хочу спросить у журналистов. Ну как, воодушевило вас исполнение Алексея? Я считаю, что это было великолепно. Мне очень понравилась Елена Лапсева «Комсомольская правда». И мне понравилось не потому, что Леша меня вытащил, а потому что это получилось очень так здорово, свингово, драйвово. Ну, конечно, совершенно по-другому, не так, как это делал Муслим Магомедович. И я хотела бы спросить у Тамары Ильиничной, насколько ему мешала его популярность эстрадная, скажем так, его оперной деятельности. Вы знаете, что он не разделял оперную деятельность, эстрадную, мюзикльную. Он жил тем, что ему подарил Господь. У него был голос, у него был талант. Спасибо большое. Макс Арбов, Русский радио. Хочется спросить Алексея, что чувствуешь внутри, когда берешься петь песни такого мэтра? На самом деле, это, конечно, огромная ответственность, потому что это песня, которая уже исполнялась до тебя, исполнялась великим человеком. И это не так просто взять, выйти и спеть. Поэтому я, так сказать, попробовал переиначить ее немного, потому что безумно люблю рок-н-ролл, немножко добавил темпа. И получилась такая вещь, которая уже, ну что ли, больше... Мне ее легче так исполнить, потому что повторить бы хорошо у меня все равно не получилось. Поэтому делаю уже как-то по-своему. Дорогие телезрители, вы можете отдать свой голос песне «Королева красоты», если это ваша любимая песня из репертуара Муслима Магомаева. Сергей Сергеевич! Магомаева многое связывалось с Италией. Он два года провел в Миланском театре Ла Скало. И под влиянием искреннего восхищения Марио Ланца Муслим Магомедович даже включил в свой репертуар неаполитанские песни. Для наших зрителей песня из репертуара Марио Ланца и, конечно, Муслима Магомаева «Вернись в Соренто». Исполняет ведущий солист Московского академического театра «Оперетты» Максим Катырев. Слушаем и голосуем! «Оперетты» Магомедович Магомедович Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Игорь Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Со OPTIO! Другие песок Чтобы не оп الح funny На あ también Косвещение Публика не хотела Уходить Тогда он Сел за рояль И начал третий отделение Когда он закончил своих классическую программа Это Его и каким то образом Начали ругать Ну, сно бы, конечно. Сейчас бы даже... Я не представляю, как можно за это ругать. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы обсуждали песню «Вернись в Соренто» из репертуара Муслима Магомаева. Вы можете отдать свой голос именно этой песне. И прямо сейчас. Сергей Сергеевич. Есть в жизни Муслима и Тамары два числа, которые очень символичны. 4980 и 4981. Это номера малых планет Солнечной системы. Одна носит имя Муслима Магомаева, а другая Тамары Синявской. Через сотни лет наши потомки, покоряя Вселенную, будут сверяться с навигационными картами. И там всегда имена Муслима и Тамары будут стоять рядом. Песню из репертуара Муслима Магомаева. «Нам не жить друг без друга» в нашей программе исполнит Марк Тишман. Слушаем и голосуем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нам не жить друг без друга Скорости вокруг бешеные Мы себя едва сдерживаем Значит, надо быть бережнее Нам не жить друг без друга Мы разлучаемся со сказками Прошу, стань сильней меня Стань ласковей Прошу Стань сильней меня Стань ласковей Слышал я слова правильные Все искал пути праведные А твои слова памятные Нам не жить друг без друга Ленточка моя финишная Все пройдет и ты примешь меня Примешь ты меня нынешнего Нам не жить друг без друга Мы разлучаемся со сказками Прошу Прошу Стань мудри меня Стань ласковей Прошу Стань мудри меня Стань ласковей Ленточка моя финишная Все пройдет и ты Все пройдет и ты Примешь меня Примешь ты меня нынешнего Нам не жить друг без друга Нам не жить друг без друга Нам не жить друг без друга Я, я, я Писалась для фильма Спартийного фильма Закрытие сезона Но сейчас мы говорим Не о фильме, а скажем О том, как это сделал Муслим Вот такое было у нас счастье Вот ему понравилась эта песня И он ее записал И стал петь Он ее пел И самое удивительное то, что Он ее последние годы Когда пел Он гениально играл Он гениально аккомпанировал И он был прекрасным и пианистом Вот вы знаете, я могу сказать Что Александра Николаевна Так эту песню не играла А сейчас Разрешите, я прочту Буквально Несколько строчек Которые написаны Недавно А великий Муслим Пел всегда Отец и эстрад Наш великий и вечный Муслим Нету равных тебе Ты на свете Один Наш великий Муслим Ты Как прежде Любим Мы слушали песню Нам не жить друг без друга Что для вас Эта песня, Михаил? Да, Михаил Марголис Известия Ну, во-первых, хочу сказать Что действительно Я хочу выразить благодарность Авторам этой песни Потому что Действительно считаю Что по части лирики Наверное, это была Одна из самых Интересных И на самом деле Далеко Таких, знаете Нелобовых песен При всем уважении К Муслиму Магомаеву И при том, что Мне кажется Что его Драматический потенциал Из наших эстрадных певцов Наверное, был один Из самых Серьезных Как ни странно Вот именно Эта композиция Допустим, для меня Хотя я слышал ее Не раз в исполнении Магомаева Она, конечно Прежде всего Почу-то воспринимается С другим нашим Замечательным певцом Львом Лещенко Прежде всего Это оказалось Его всегда Визитной карточкой Вот поэтому У меня вопрос такой К Тамаре Ильиничной Насколько вообще Муслим Магомедович Относился ревностно Скажем К своим коллегам по цеху Или наоборот Очень дружелюбно Насколько вообще Строилось общение Его и ваше Вот допустим С вашими коллегами С его коллегами по жанру Слово ревность Слово зависть Не существовало В его репертуаре Это прежде всего Во-вторых Ему очень нравилось Как Лева поет эту песню Очень нравилось И должна сказать Что На одном из последних Наших Вечеров На 65-летии Муслима Он просто сам попросил Выйти Леву И спеть эту песню А аккомпанировал Ему Муслим Мы обсуждали Песню Нам не жить Друг без друга Из репертуара Муслима Магомедова Вы можете отдать Свой голос Прямо сейчас Этой песне Если она вам действительно Понравилась Сергей Сергеевич Юрий Александрович Я все-таки чего-то не понимаю Объясните мне Помогите разобраться Муслим Магомаев Ушел Из оперы В эстраду Что не понравилось Магомаеву Да то что в театре Ты изо дня в день Поешь одно и то же Для небольшой группы людей И поешь от силы Полчаса в день А Муслим Хотел петь много Для всех Разные песни Знаешь как он говорил Как? Магомаев В тюрьме Жить не будет Театр Тюрьма Эстрада Свобода А сегодня Чтобы сделать Глоток В воздухе Свободы Которым дышал Магомаев К нам пришел Оперный певец Мефодий Бужор Песня Из репертуара Муслима Магомаева Чёртово Колесо Слушаем И голосуем Зимнем парке Все топоря Так грустны Либо просят Подождать До весны Вверх в нём Все лодки Молчат Лежат Как пилот Кинзадремавших Солдат Но ты помнишь Как давно По весне Мы на чёртовом Клились Колесе 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 А теперь Оно Во сне Но я Лечу С тобой Снова Я лечу И одно слово Я лечу Кричу Люди Лечу Я к звёздам Лечу Любви Лечу Лечу Солдат Милatus Как белок, словно пахнет мою любовь Замело, без кого грустя в снегу Как вяз, танц в площадке под снежком Снится вальси, как круто Позабыв я про все Только черт заводит снова колесо Колесо, колесо, колесо И летит в мое лицо Но я лечу С тобой снова я лечу И еще одно слово Я кричу, кричу, люблю и лечу Я кричу, люблю и лечу Ла-ла-лай ла-лай Мы только что прослушали песню «Чёртово колесо». Пожалуйста, голосуйте, если это ваша любимая песня из репертуара Муслима Магомаева. Тавара, я видел ваше лицо, ваши глаза, как вы слушали эту песню. Вам понравилось исполнение или что-то связано у вас с этой песней? Мне понравилось, что человек с голосом, что он им владеет, что немножко подражает Муслиму. Милюсин, что вы думаете об этом исполнении? И, конечно, я знаю, что вас многое связывает с Муслимом. Мне понравился этот исполнитель. Мне кажется, что он соответствует жанру, соответствует характеру песни. Он в материале. Что касается по поводу творчества Муслима Магоменовича, то я бы хотела сказать, что он как раз не соответствует, когда ему говорят, что он эстрадный певец. Мне кажется, что это понятие совершенно другое, к нему не подходит. Он просто большой музыкант. Больше того, великий музыкант. Я имею в виду под словом музыкант человек, который обладает чем? Прежде всего, огромным талантом, чувством меры, стиля и собственного достоинства и уважения к материалу, к которому он обратился. Что значит для вас эта песня? Пожалуйста, Максим. Бурнал «Хеллоу», Максим Андреянов. Я хочу обратить наше общее внимание на то, что то, что мы сейчас слушаем, это все безусловные хиты. То есть здесь нет ни одной проходной песни. Но при этом эти песни все очень сложные для исполнителя. Они вокально сложные. И у Магомаева, я специально сегодня зашел на его сайт, прослушал все песни. Нет ни одной случайной песни. Это был человек с уникальным чувством стиля по отношению к музыке. И вот правда странно, я посмотрел на список тех песен, которые исполняются у нас сегодня, и половина из них написана композитором Арно Бабаджаняном. Я бы хотел спросить у Тамары Ильиничны, в процентном соотношении в творчестве Муслима Магомаева действительно ли так много значила музыка Арно Бабаджаняна? Вы знаете, в чем дело? Такое время было, что создался триумвират. Бабаджанян, Рождественский и Магомаев. Рождались, теперь это называется хиты, и раньше это называлось «Дивные песни». Значение одно и то же. Все три названных великих и достойных человека, которых, к сожалению, уже нет на этой земле, они дышали тем, что они из себя, так сказать, творили, если можно так выразиться. Они так подошли друг к другу, поэтому это золотое сечение 70-х годов. Поэтому родилось очень много щитов. Вы присоединитесь к нашему разговору? Пожалуйста. Во-первых, хотел сказать огромное спасибо Мефодию за тот номер, который вы показали. Этот образ, этот голос, эти бакенбарды. Вы знаете, я благодарен судьбе. Видимо, мне судьба улыбнулась. Сравнивать, ну почему сравнивать с мысльом Магомедовичем? Я бы сказал другое. Я не стараюсь его подражать. Я стараюсь прочувствовать произведение так, как он делал. Если мне хотя бы чуть-чуть удается, и я вижу, что люди это понимают, мне хочется, чтобы это не забывалось, чтобы это помнилось. Ведь это, знаете, как бриллианты. Чем взрослее, да, чем годы проходят, чем они ценнее становятся. Спасибо. У меня такой вопрос. Муслим наверняка был человеком твердого характера. И когда приносили ему какую-нибудь песню, у него наверняка складывалось какое-то свое мнение и видение на эту композицию. И получались какие-то разногласия. Как вы достигали компромисса, Александра Николаевна, с Муслимом? Вы знаете, потом были песни, которые были написаны для него и о нем. Поэтому некуда было деваться. Иногда мы обсуждали какую-нибудь строчку, ну, например, в песне «Вечерний эскиз». Там были такие слова. «Вечер такой же, как прежде». И что-то на Невском горят фонари. И мне Муслим говорит, слушай, понимаешь, ну не надо делать, чтобы это была бы только там ленинградская песня. Понимаешь, вот давай замени, убери вот этот Невский отсюда. Вот, ну, какая-то такая работа у нас с ним всегда была. И я даже думаю, вы знаете, если бы вот мы были бы не композитором и поэтом, но были бы знакомы с Муслимом, то вот просто по каким-то взглядам на жизнь мы все равно были бы друзьями. Уважаемые телезрители, мы обсуждали песню «Чертово колесо» из репертуара Муслима Магомаева. Вы можете отдать свой голос этой песне прямо сейчас. Сергей Сергеевич! У нас в программе песня «Верни мне музыку». И эту песню исполнит Филипп Киркоров. Слушаем и голосуем. АПЛОДИСМЕНТЫ След за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Я уведу тебя от дома, уведу на виду всех знакомых, уведу, уведу, быть может, на виду. Одной натянутой струной мы связаны с тобой. Ты свой скота, ты свой скота летишь со мной, как будто ангел уже горелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки таска, мы на скале досталась наша музыка. Верни мне музыку, без музыки таска, мы расстались, но осталась наша музыка. Никогда не возвращусь я, никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа Ложь не нужна, ей грошь цена струна порвана. Ты сквозь года, ты сквозь года летишь со мной, как будто ангел все горелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки таска, мы расстались, но осталась наша музыка. Верни мне музыку, без музыки тоска Мы остались, досталась наша музыка Музыка Мы слушали песню «Верни мне музыку». Пожалуйста, голосуйте, если это ваша любимая песня из репертуара Муслима Магомаева. Филипп, тебе слово. Что для тебя эта песня? Это песня не только моя любимая из репертуара Муслима Магомаева, это вообще моя любимая песня в исполнении потрясающего, легендарного, удивительного, неповторимого певца с большой буквы Муслима Магомаева, чей голос я знаю с детства благодаря своим родителям, своему отцу Бедросу Киркорову, который дружил с Муслимом Магомедовичем. Мне рассказывали, какие были потрясающие сборы, конная милиция, очереди. Все вот эти сегодняшние истерики вокруг нас, просто ничто по сравнению с тем, что творилось на концертах Муслима Магомаева. И я это маленьким помню. А в своих концертах ты включаешь песни в исполнении Муслима, то, что он пел раньше? Не проходит ни одного концерта в последнее время, чтобы я не закрывал свое шоу песней «Верни мне музыку». И у меня даже под эту песню такая специальная есть минутка грусти, может быть, потому что я ее посвящал и посвящаю, и буду посвящать артистам, которых нет с нами. Но имя их, музыка, всегда остается с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Филипп Киркоров Я хотел бы обратиться к Ирине Агаларовой. Ну, я вот вспоминала, в 85-м году Муслим пригласил нас на свой концерт в концертном зале «Россия». Он вышел на сцену, аплодисменты, вступает его оркестр, первые звуки, Муслим поворачивается к ним и останавливает. Он был очень строг и придирчив к своим музыкантам. Значит, снова он дал команду вступать. Опять ему не понравилось. И так повторялось несколько раз. А потом Муслим сам сел за рояль. Это было при зрителях? Да, да, да. Это было при зрителях. И два часа он сам себя аккомпанировал. А его оркестр, как мой зритель, слушал и наслаждался голосом Муслима. АПЛОДИСМЕНТЫ Юра, да Игорье. Вы знаете, для моего поколения Муслим, как яркая комета, оставил неизгладимый след в сердцах всех его почитателей. Мне посчастливилось... Мне так неудобно говорить, сидя. Можно я встану? Как тебе удобнее. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне посчастливилось в 1957 году в Бакинском клубе Каспийских моряков впервые объявлять 15-летнего Муслима Магомаева в оркестре под управлением Владимирова. Убейте, не помню, что он пел. И я вышел и сказал, поет участник художественной самодеятельности Бакинского клуба Каспийских моряков Муслим Магомаев. Я не могу вспомнить случай, я три года с ним работал, чтобы во время обеда, чтобы Муслим позволил кому-нибудь расплатиться. Это просто даже в голову не могло. Если кто-то полезал в кармане, он тут же вставал. И еще один удивительный случай о его щедрости я хочу рассказать. Так получилось, что мы работали в Минске, в Минске были на гастролях. Я его рассказывал про Таллинн, какой это удивительный город. Он не был там. И как там ресторан Грот, какая там удивительная атмосфера. Короче говоря, мы поехали в Таллинн на гастроли. Я прихожу в этот ресторан Грот и говорю, вы знаете, вот здесь на гастролях Муслим Магомаев мы бы хотели... Он говорит, нет мест. Я говорю, ну вы понимаете, нет, у нас действительно нет мест. Уломал я его, он мне говорит, вечером позвоните. Вечером я звоню, он мне говорит, у нас есть столик, он заказан. Если они не придут через полчаса, приходите. Через полчаса я звоню, он говорит, приходите. Мы приходим, накрыт стол. И официант говорит, этот стол 48 рублей 56 копеек. Муслим говорит, нет проблем. Берет чек у него и тихо, спокойно, с достоинством, как может это только делать, Муслим сказал, а теперь, пожалуйста, все это уберите и примите заказ. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Сусанна Альперина, Российская газета. Я готовюсь к сегодняшней программе. Нашла интервью, и Муслим Магомаев говорил о пении под фонограмму. Он говорил о том, что какое для него удовольствие не петь под фонограмму. И журналист ему говорит, что ну вы-то один собирали полные залы. Он говорит, да, но сейчас другое время, другие требования. И они заговорили про шоу Киркорова и Леонтьева. Так. Да. Филипп. А теперь читаем. И Магомаев говорит, и мне нравится шоу Киркорова и Леонтьева. На других шоу я был, но не хочу о них говорить. Они не по мне. Таких больше вопрос. Поэтому я редко хожу. Киркоров приглашал меня три раза. А я все ссылался на собачку. Не с кем оставить. Боялся идти. Потому что если уж пришел на концерт, надо досидеть до конца. И потом высказать свое мнение. На третий раз я все-таки пошел. И получил огромное удовольствие, о чем честно сказал Филипп. Мы говорили о песне «Верни мне музыку» из репертуара Муслима Магомаева. Вы можете отдать свой голос этой песне. Сергей Сергеевич. Мне очень понравился ответ Магомаева, когда его спросили о родине. Он сказал «Азербайджан мой отец, а Россия моя мать». Ну, так и есть. И Азербайджан, и Россия считают его своим сыном. Два года назад в Баку был установлен памятник Магомаеву, высеченный из специально привезенного уральского белого мрамора. А 15 сентября 2011 года памятник Муслиму Магомаеву был открыт в Москве. А давай посмотрим, как это все происходило. Сегодня состоялось замечательное событие. В этот прекрасный день в центре Старой Москвы. Памятник великому человеку, великому творцу, великому певцу. Человеку, который подарил нам массу удивительных мгновений. И, конечно, сегодня это всего лишь малая толика нашей благодарности этому великому человеку. Мы встретились и родились, вернее, родились и встретились в одной стране под названием Советский Союз. Полюбили друг друга, любили в этой стране. Потом случилось то, что случилось. Муслим оказался выше всего. Он поднялся в облака, и оттуда, там же все совсем рядом кажется, когда он смотрит оттуда на нас. Там вроде бы от Баку до Москвы, как за углом. Поэтому он сейчас и здесь, и там. Я очень рада, я счастлива тому, что муслим живет в сердцах людей. Они его слушают, они его помнят, они его любят. И своим уходом он это еще раз доказал. И ушел в ту самую синюю вечность, о которой он написал в своей песне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В нашей программе песню из репертуара композитора Муслима Магомаева «Синяя вечность» исполнили Тамара Гверцетелли и Муслим Магомаев. Голосуйте, голосуйте, если это ваша любимая песня из репертуара Муслима Магомаева. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас нам предстоит проголосовать и выбрать любимую песню. Сейчас мы напомним вам эти песни. И очень хочется, чтобы вы проголосовали от всего сердца. Так же, как от всего сердца исполнял эти песни для своих зрителей великий и неповторимый Муслим Магомаев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы разлучаемся со сказками. ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я отношусь очень хорошо, потому что, мне кажется, была огромная борьба в сердце каждого человека. Все эти песни потрясающие. А вам, наверное, трудно было голосовать. Мне так кажется. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А я спешу обратить ваше внимание на то, что результат студийного голосования является промежуточным. И, согласно правилам, голоса зрителей в студии будут приплюсованы к результатам голосования телезрителей всей страны. И вот тогда результат можно будет назвать всенародным и окончательным. Через несколько секунд мы объявим о прекращении приема голосов от телезрителей и перейдем к подсчету результатов. Итак, давайте вместе дадим обратный отчет, Юрий Александрович. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Голосование телезрителей объявляю закрытым. Теперь мы должны подсчитать результаты голосования всей страны. Так что итог мы подведем после очень короткой паузы. Уважаемые телезрители программы «Достояние республики», по результату голосования телезрителей и зрителей в студии лучшей песней из репертуара Муслима Магомаева признана песня. «Синяя вечность» Тамара, вот страна назвала песню, которую она любит. Дорогие друзья, как сказал замечательный русский поэт, «Лицом к лицу лица не увидать, Большое видится на расстоянии. Вот прошло время, и на этом расстоянии Мы узнали, какие песни любит народ И какую он выбрал». Я вас поздравляю с этим выбором. Тамара Ильинична, спасибо вам большое. И давайте прямо сейчас послушаем песню «Победительницу» еще раз. Ну а мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. С вами был проект «Достояние республики». До встречи! Море вернулось Говором чаек Песней прибоя Рассвет пробудит Сердце, как друга Море не встречает Сердце, как песня Летит из груди О, море, море Это вы стало Ты ненадолго Подаришь при мой О, море, море Возьми меня В дальние дары Танцы малых Есть без тобой Грустные звезды В поисках ласки Сквозь синюю вечность Летят до земли Море навстречу им Детские сказки На синих ладонях Несет корабли О, море, море Преданным скалам Ты ненадолго Подаришь прибор Море, море Возьми меня В дальние дары Парусом малым Вместе с собой О, море, море Беданным скалам Ты ненадолго Подаришь при мой Парусом малым Возьми меня В дальние дары Парусом малым Грустные звезды Ты ненадолго Ты ненадолго В дальние дары С собой С собой С собой А ты С собой АПЛОДИСМЕНТЫ